Крым вошел в состав России только благодаря усилению конкуренции между сверхдержавами. Такое мнение накануне выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Россия аннексировала полуостров и стала более напористой в своей политике, продолжив наращивать военный потенциал, обозначив свое присутствие на Ближнем Востоке. Глава Альянса отметил, что конкуренция подрывает давно устоявшийся мировой порядок, что также подтверждает прекращение действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Напомню, 2 августа договор прекратил свое существование по инициативе США. Прогноз дальнейших событий от депутата ЛДПР Антона Морозова. К сожалению, прогнозы неутешительные, поскольку очевидно, что США инициировали выход и ликвидацию договора о ракетах средней и малой дальности в расчете на то, что будут размещать свои новые системы подобного типа именно на территории Европы. И, конечно, понять опасения поляков и других европейцев можно, поскольку при размещении этих баз очевидно, что российские ракеты тоже будут перенацеливаться на пусковые установки, которые находятся на территории этих государств. И, соответственно, могут нанести в случае войны невосполнимый ущерб этим государствам. По сути, эти государства могут быть полностью уничтожены. И, к сожалению, США могут пойти на то, чтобы спровоцировать подобную войну. Но мы будем предпринимать возможные меры для того, чтобы не допустить военных действий. И у нас есть системы, которые могут достать и Америку. И наш верховный главный командующий Владимир Путин сказал о том, что в случае войны будут уничтожаться не только пусковые установки, но и центры принятия решений. Мы очень рассчитываем на то, что это станет сдерживающим фактором для американцев. И они не будут использовать европейцев как пушечное мясо в борьбе с Россией. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он рассматривает вопрос о введении против Венесуэлы блокады или изоляции, является одной из самых больших угроз в отношении южноамериканского государства и идет вразрез с уставом ООН. Об этом заявил вице-президент страны Дельси Родригес. Он добавил, что заявление главы Белого дома означает, что администрация США достигла максимального уровня безумия. Депутат ЛДПР Антон Морозов считает, что это итог бессилия Вашингтона. Люди во всем мире стали понимать коварные планы Соединенных Штатов. Сейчас общество становится все более свободным в информационном плане. И уже люди используют современные технологии для получения информации. Уже начинают понимать, что такие массовые протесты, инспирированные извне, они зачастую ведут к разрушению государства. Венесуальцы в этом плане показали, что они не дураки и понимают, что Америка просто хочет использовать оппозицию внутри страны для того, чтобы продвигать свои интересы и снова получить контроль над страной. И самое главное, над нефтегазовыми ресурсами, которыми эта страна располагает. Поэтому американцы получили там такой серьезный народный отпор. И несмотря на то, что они пытались продавить этого Гуайда из его команды, никто его не поддержал. Ну и, конечно, у действующего президента Венесуэла есть союзники, такие как Россия, Китай и другие страны, которые хотят именно равноправного взаимоотношения с этой страной. И хотят, чтобы страну снова взяла под контроль правительство Соединенных Штатов Америки. В конце июня президент США Дональд Трамп официально объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года. Между тем, за два года руководства страной Трамп подвергался жестокой критике не только со стороны соотечественников, но и в мире. Каковы его шансы вновь набрать наибольшее количество голосов? Продолжит Антон Морозов. Дело в том, что элиты, эстеблишмент, они всегда решают, кто будет президентом США очередным. То есть это всегда используется президентство в Америке, это как переходящий вымпел от одного политика к другому. Оно решает правящие элиты. Поэтому я думаю, что если они решат, что Трамп достоин того, чтобы снова на второй срок быть де-факто назначенным президентом, то так оно и будет. Но я думаю, что подберут кого-то другого. Ведь они сейчас исходят из соображений толерантности. Если предыдущим президентом назначили чернокожего и хотели сделать такой жест в сторону чернокожего сообщества Америки, следующим президентом хотели сделать женщину Хиллари Клинтон, как известно. Но не получилось из-за ее состояния здоровья. Я не исключаю, что возможно они захотят сделать какой-то жест в пользу представителей ЛГБТ. на следующих выборах. Всякое возможно. Поэтому тут идея толерантности в Америке очень сильна. А кто будет говорящей головой в должности президента, это уже отходит на второй план, поскольку все они так или иначе продвигают интересы правящего класса Америки. Редкий пассажир. На днях москвичи, пользующиеся трамваем 26 маршрута, были крайне удивлены, когда в одном вагоне встретились с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Общественным транспортом глава фракции пользуется не часто, но с ностальгией вспоминает о тех днях, когда еще студентом передвигался по Москве на трамвае. Трамвай я тоже сталюбил. Как-то он надежность вызывает, надежность вызывает. Он идет, не качается, он идет по рельсам, вызывает уверенность. Машины маневрируют, видите, налево-направо, потом там бензин. В трамвае никогда не было бензина. Не дышится хорошо здесь. Троллейбус иногда штанги расходились, нужно было делать. А трамвай это шел надежно. Я ни разу не видел аварию с трамваем. Может быть и были какие-то случаи, но это очень редко. Вот мой кинотеатр «Горизонт». Сейчас театр, это театр этого «Харменджи Гарханян». Вот маршрут мой известный метро-университет и до «Чистых прудов» доходил. Сейчас до «Октябрьского». До «Октябрьского». Метро «Октябрьского». Да, прямо у «МЦС». О, дышка. То есть трамвай, он единственное, может быть, менее шумное, чтобы были. У меня трамваи были метров 200, постановка. Все номера я объехал. Первый номер, второй, третий, четвертый. Номеров шесть. То есть город не очень большой. Мне было интересно, куда он идет. И я ехал до конца. И потом обратно. Сперва я все трамваи объехал, маршрут. Потом все автобусы. Троллейбус, который мне не очень приезжал. Автобус, трамвай – все. Остановки знал все. По всем направлениям? Представляете, да. Это же тренировало память. Как-то вот познавательно. И сразу на наображение сразу, да? Да, узнаешь город, все это. Людей слушаешь, людей видишь, что к чему. Но сейчас у студента, если надо опаздывать, то они только на трамвае. Потому что трамвай идет прекрасно. Никаких остановок, никаких припсений. Остановок, меньше обгонов, никто его не обгоняет. Трямая дорога. Московский общественный транспорт с каждым годом становится удобнее. Это оценили и гости столицы. В прошлом году в России побывали 90 миллионов иностранцев. Это рекордная цифра. Годом раньше нашу страну посетили чуть более 20 миллионов гостей. Ожидается, что после упрощения визовой формальности количество туристов увеличится в разы. Владимир Владимирович Путин в послании к федеральному собранию у нас настроил на некоторые серьезные инициативы. В частности, развитие экотуризма. Здесь мы совместно с профильными комитетами, ответственными за экологию, ведем работу над тем, чтобы законодательство привести в порядок. Так, чтобы в заповедниках был возможен исключительно экологический туризм, без всяких изъятий территории, вырубок леса, капитального строительства. Но при этом был осуществлен доступ. Чтобы доступ туристу обеспечить, нужны отработанные и ухоженные тропы, места сбора мусора, места стоянок, парковки на границах природоохранных зон и заповедников. То есть, все должно быть цивилизовано. Здесь все законодательства будем подтягивать. Кроме того, Владимир Владимирович нас настроил на то, чтобы мы учли опыт чемпионата мира по футболу, по безвизовому въезду в Россию. И попросил подумать, как упростить визовые формальности. В настоящее время упрощенный визовый режим действует при въезде на территорию, вы знаете, Дальнего Востока. Электронные визы работают до 30 дней. Также Калининградская область присоединилась к этому проекту. И Санкт-Петербург несколько дней назад президент тоже включил в перечень этих регионов. И к 2021 году планируется полностью переход, плановый, на электронные визы. Это, конечно, значительно увеличит туристический поток в Россию. И мы над этим сейчас работаем. Как промежуточный вариант по Дальнему Востоку у нас в портфеле комитет находит законопроект, внесенный Ириной Анатольевной Яровой, мной и еще рядом коллег. Мы предлагаем дать возможность туристу в группе, повторяю, не индивидуально, посетить несколько регионов Дальневосточного федерального округа. То есть, если через порт Владивосток турист из Китая, Вьетнама, Японии, других регионов прибыл в Россию, то организован он, по нашей задумке, может посетить не только Приморье, но и Хабаровские краи, и на Камчатку успеть слетать за несколько дней на гейзеры, и оставить свои юани, иены, ну и доллары, и рубли у нас в экономике. Законопроект сегодня на Совете Думы будет выноситься на палату. К этому часу у меня все новости. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok